Всем привет, друзья! Я заболела, но при этом я хожу на работу, здесь я не одна, здесь я со своим мурзиком. Это вот такое наглое морда. Последнее время в такое внутри состояние полуразбитое, я не знаю, с чем это связано, но вроде энергии хватает, какой-то такой вот вроде пытаешься найти настрой, позитив. Все равно что-то такое, как будто пытается что-то переломить меня и сломить, точнее даже так. Я хотела вам рассказать про сегодня вечером, то есть перед тем, как мы ушли спать в одну, хотела вам рассказать про масочку одну. Я уже сделала об этом на выходных и обязательно на выходных сниму макияж. Я очень давно это собираюсь делать, поэтому на выходных я сниму макияж. Я не знаю какой, что-нибудь хочу яркое, такое интересное. Я сейчас буду уже ложиться в плачушке, поэтому решила такое вот напутствие у нас вон грядущий, сказать немножко поделиться с вами своим состоянием. Наверное, потому что сейчас на работе напряженка, потому что сдаем годовую отчетность, вот, там много изменений, нововведений. Это все вместе с отчетностью дается немножко трудновато, точнее как не трудновато, а тяжеловато просто морально вынести. Что еще такого? Думать хоть все хорошо, правда, папа наш немного не в настроении. Возможно, с счет этого меня тоже немножко так поддавливает на меня это все. Вот, ну и, наверное, меня все-таки подкосила болезнь вот эта вот. Я не знаю, что это связано. У меня заложен нос, у меня подтекают, подтекают сопли, у меня вылезла простуда на губах, вот, потресканные губы, плюс обветренные, плюс простуда. В общем, все вместе, поэтому вот состояние такое немножко пришибленное, но полуживое. Ладно, по нему долго уже затягивать, поэтому говорю пока спокойной ночи, может быть, что-нибудь интересное сниму. А, да, у нас Анька будет ходить на фигурное катание, поэтому, возможно, когда я буду водить, поснимаю ее тренировочку, как вы будете учить кататься на коньках. Коньки мы уже купили. Ну что, давно не было покупочек никаких у меня, потому что я особо никуда не ходила. Вот, поэтому сегодня будет частично с Wildberries, частично из фикса. Я себе заказала вот такой вот спрей для волос от LeCato Professional, журнал 17 в одном. Наслышано, что очень классные отзывы о нем. Мне вообще серия LeCato понравилась, шампуни, бальзамы, маски. Вот, поэтому решила попробовать такую. Крики, вопли прошли, продолжаем. Дальше уже с фикс прайса я взяла вот такие вот маленькие спонжики себе, ими очень удобно распределять консилер. В общем, мне понравились. Классно уже не в первый раз. Беру, вот у меня один остался уже полудохлый. Дальше опять Wildberries. Я себе заказала карандаш для бровей от L'Oreal. Я когда-то его покупала в Magnet косметики, мне понравился. Вот, я его нашла на Wildberries немного дешевле. Ну, я еще не распаковывала мицеллярку, моя любимая. Мицеллярка лореалевская. Я уже заговариваюсь, потому что я не выспалась. Вот, 400 миллилитров выгодный объем и, главное, дешевле, чем в магазинах. А в магазинах, кстати, давно даже проблематично ее найти. Так, ну тут еще тряпочки домашние. Вот, мне очень нравится, из микрофибры. Очень хорошо у вас стало. Вот, круто убирают влажность, пыль. Мне очень нравится, легко стираются. Надолго хватает. Прошлых тряпок не хватило, насколько, ну полгода, наверное, тоже 5 штучек. И стоят они недорого, 55 или 50 рублей. Так, дальше. Ну, остались последние спонжики. Вот такие вот спонжики для умывания. Мне безумно нравится ими снимать маски, глиняные маски, потому что ты меньше касаешься кожи. Они хорошо удаляют вот из-за грязнения, к тому же, и снимают всю эту масочку без сильного травмирования кожи. Поэтому очень классные спонжики. Мне нравятся именно вот в плане снятия масок, вот различных, особенно таких плотных, как вот глиняные, либо еще какого-то формата такого густые, кремовые. Ты меньше возюкаешь грязными руками по лицу. Классная вещь, тоже 150 рублей. Вот три штучки мне хватит, наверное, ну, тоже на полгодика где-то. Одна вот этот, один вот этот диск, ну, месяца, наверное, два точно. Я им пользуюсь, а то некоторыми и больше, в зависимости от того, как часто я делаю масочки. Всем привет. Сейчас я, пока малыш не успеет, пойду немножко займусь с собой. Я немножко сегодня приведу, наверное, порядок дома. Ничего, правда, не совсем. Посмотрите, какую красоту мне подарила мамочка. Очень классная розочка. Я обязательно пересажу сегодня, вот, чтобы уже она росла все на горшке. Вот, сегодня у меня будет полностью... Мы разобрали елку, еще не убрали, коробки стоят. Сегодня у меня будет полностью день ухода леката с волосами. Я сегодня по полной его начну восстанавливать свои волосы и обязательно попробую новый спрей. И я вот сейчас даже хочу... тут волосы грязные, но структура все равно видна. То есть они вот такие вот пушистые, пористые. Ну, то есть не особо живые. Вот. И сейчас я их помою, потом я покажу, какие они после мытья головы, после использования шампуня. И уже нанесу спрей, мы его подсушим, потом посмотрим, какие волосы станут после использования этого спрея. Такой вместе с вами проведем эксперимент. Первый день за тестом вот этого вот спрея, отвлекаться над сводом. Ну что, друзья, я помылась. Вот в таком состоянии они сейчас. По ним уже немножко видно, что они более такие живенькие, увлажненные. Ну, во-первых, потому что еще и мокрые, но здесь вот на корнях у меня уже высохли. У меня очень сухие волосы. Вот. Ну, то есть уже вид более такой цивильный. Вот сейчас я использую, буду испробовать вот такую вот сыворотку. Ну, точнее, как сыворотка. Что это? Спрей. Все вместе. Спрей для идеальных волос. Вот. И нанесу его, потом посушу волосы феном и посмотрю, в каком они будут состоянии. Посмотрите, как они на мокрых волосах. Тут я сейчас нанесла спрей. Как оно смотрится классно. Вот. Что же будет на высохших волосах? Очень даже интересно. Вот. Высушим. Сейчас посмотрим. Приятный запах у этого спрея. Он такое ощущение, как будто немножко вот маслянистый. Такое вот ощущение. Но при этом липкости никакой нет. На руках ничего нет. Очень классный. Очень классный аромат. Я не знаю, насколько четко камера передаст всю эту красоту, которая у меня сейчас на волосах. Но волосы мягкие, довольно плотные, ухоженный вид. Первое применение мне зашло. Посмотрим, что будет дальше, какой будет эффект от этого. Вот. Нет пушистости. И довольно-таки приятная структура волоса. Вот так. Так что средство, в принципе, рабочее. Ну что, всем привет. Сегодня я, как и обещала вам, я сниму макияж. Мне, наконец-то, это удалось. Вот. У меня будет довольно легкий макияж, такой повседневный, но при этом немножко таким с акцентом. Вот. У меня единственный косяк. Накрылся спонжик. А новые еще пока в пути не дошли до меня. Но я думаю, ничего страшного в этом нету. Вот. Что, естественно, весь процесс я рассказывать не буду. Потому что, ну, все только разно знают этапы. Я уже нанесла уход. Я нанесла сыворотку от Леката. Это на данный момент идеальная база просто. Но все равно я сверху добавляю чуть-чуть праймера. Вот. Поэтому смотрите. Надеюсь, будет интересно. В общем, что не будем затягивать. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!